Послание святого апостола Павла к Ефесянам. 3 глава 8-12 стих. Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия, благовестовать язычникам неисследимое богатство Христово и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом, дабы ныне садилась известная через Церковь начальственным властям на небесах многоразличная премудрость Божия, по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе Господе нашим, в котором мы имеем верзновение и надежный доступ через веру в Него. Учитывая то, что я каждую неделю говорю 4 проповеди, 56 недель, умножьте это все, кроме того на праздники, около 250 проповедей я говорю в год. Прикиньте, на последние 10 лет получается 2,5 тысячи. И я ни одной проповеди ни разу не уклонился от этой темы, от благовестования. Почему? Оно все идет об этом. Как это можно было все истребить и не видеть-то? Я непрерывно задаю этот вопрос священникам. Ну скажите, до меня это Евангелие было? Да, переведено, переведено. Почему же это не делали? Он прямо говорит. Открыть всем домостроительство тайны Божьим. Как? Через благовествование, веренное мне. А по-другому можно? Да никак нельзя. Через благовествование. А благовествование ты можешь тогда веровать. Слышание. Ну, говорят много. Все не переслушаешь. Но слышание написано от Слова Божьего. Вот ответ-то какой. От Слова Божьего я. Нас спрашивают, молитва Слова вы привезли, вы продаете молитва Слова. Да молитва Слова еще тебе не даст, если ты Слова Божьего не изучаешь. Молит от того мерзость. Мерзость. Он может просить, совершенно не зная о чему. Он не знает, в чем кается человек, который не знает Писания. Это не мои слова, это Писание. Кто отклоняет Дух, отклоняет. Он может быть сказал, он не отклоняет даже голову отклонить. Ну и не знаю, ну и что там, неграмотный я, говорится. У меня времени, да глаза слабые. Я старый или молодой, это занятый. Тысячи причин. В конце только одно мерзость. О чем вы молитесь? О том, что Слово Божие говорит. Я постоянно взываю о том, чтобы... Вот десять раз молюсь в течение дня, допустим, и десять раз по сто поклонов, Солю Небесный, научи наш, и каждый раз взываю Господа нам еще священника, если тебе угодно. Нам занятие нужно, если тебе угодно. Мы готовимся на благовестие. Приготовь все там, как должно, если тебе угодно. Воля Божия, она известная Слово Божие. Если воли Божией нет, это тьма кромешная. Ты можешь даже со Христом рядом сидеть и ничего не понимать. Вот сейчас читали на воскресной Евангелии. И как и отверст, и ум, по разумению Писания. Со Христом проходили три с половиной года, и все еще не отверзается. А почему? Сердце не отдано было. Дух Святой еще не сошел. Все в Духе Святом. Дух Святой придет и напомнит, и научит. И они думали, что он тот, который... Что? Римлян сбросит. Они думали, как патриоты, правильно. Надоело нам платить налоги римской власти. Мы город отстроим. Свои еврейские начальники будут. Они будут так нас грабить. Да все эти нации так думают. А по Евангелии мне разве нет, кто надо мной будет начальник. Китай, Кореясь или Япониясь. За такие слова меня посадить могут. Да никакой разницы нет. Божья Матерь была под римским владычеством. И Христос ее не освобождал. Ну, иудея-то была. В Римской империи. Почему? В цель Август дал повеление. Перепись. А зачем он в чужой стране давал? Мы же в Китае не можем перепись сделать. Это только у себя дома. И так они не разумели. И Христос написал отверст ум. Значит, ум закрытый на замке. И какой-то там шифр как будто бы. И надо открыть. И они сами даже этого не знали. И стал доказывать из чего? Из посла... Из псалтыри. Из закона. Из пророков. То есть тогда был Ветхий Завет. Но вот еще не было. Все по порядку. Господь им стал раскрывать. Присаян же говорил, что будете изъявлены за грехи наши. Так это я увыр за ваши грехи. Беззаконие мира нашего было на нем. Вы же считали? Да, нам считают в храме. Так это обо мне говорится. Как адрес, введенный на заклане, как пристребующий безгласен. Считали, да? Ну, мы имняк приносим жертву. Да это я, именок. Я. Иисус, рожденный от Девы Марии. Как это так? Они же спрашивали. Они разговаривали с ним, рядом стояли. И как это трудно было для них понять. Но уж когда поняли они все это, теперь их нельзя было удержать. Для слова Божия нет уз. Их узы садили, они в тюрьме говорили. Как я говорил о Анфиме Некомедийском. Он обратил у страшников, которые в тюрьме, кто сидел. Он непрерывно благовестовал. Если только так принято, что у нас защитник, но это так принято. Мы счастливые люди. Какое у нас ходатай на небе. Благовестие может быть, поэтому он так нас и побуждает благовестию. Вы настраиваете так сами себя, дети, чтобы рвались. Мы не можем взять, но видеть, как они желают и просятся, поднимают руки, это многого стоит. Я прихожу домой и все вспоминаю. Когда я приехал на день в деревню, одна из ваших маленьких девочек увидела меня. Я поздоровался с ней, она говорит, а на благовестие в этом году будем ездить. Я не удержался от слез. Выше этого ничего нет. Не замуж ее готов. Бог определит ее жизнь, благовестию готовит. Это невеста Христова будет. Чтобы дети, старые, молодые, все желали выполнить волю Божию, приобрести новые души для Христа. В первом книге Параллипоменов 17-16. И пришел царь Давид, и стал при лице Господнем, и сказал, кто я, Господи Божий? И что такое дом мой, что ты так возвысил меня? Когда люди спрашивают, сколько потеряете, ну просто говорить не хочется, ничего там нет. Но еще и зимой-то сколько, из каких домов, из трубы дым-то идет, десяти не набирается-то. А какое благовестие идет. Вот они приехали, священники, и еще нет. Я говорю, а где ты? Не автобули, это районный центр. А сколько людей там? Восемь тысяч. А сколько приходят? В воскресенье до двадцати пяти и бывает. Двадцати пяти. Ну как процентов восемь. У батюшки с математикой не все ладно. Это ноль целых тридцать три сотых процента. Не восемь процентов от восьми тысяч, а ноль целых тридцать три сотых процента жителей. Да если бы там жили сиктанцы за это время, ты знаешь, у них сколько было бы? Они все могли бы перевернуть. Тут еще покой мешает. Поэтому если мы будем благовестны, я сказал, батюшка, вот двести пятьдесят это самое малое, должно у вас нынче уже быть. Вы людей собираете, вы благовествуете, вы свидетельствуете. Показываю изданный новый завет, картины какие-то цветные. А что это толкование? Да блаженого фифилакта. А это что? А это я даю комментарии, как надо проповедовать. Так. Ну у меня такая книга есть. Я говорю, таких книг вообще нигде нет. Это мы их сами раскрасили. Сами издали, еще третьего тома нет, это нет. А у меня точно такая же. Он меня убеждает. Я говорю, батюшка, таких книг нигде в свете нету. А у меня есть. Я тогда остановился, думаю, а как? И вдруг называет он нашу прихожанку, которая приезжала и которая призвала его эти книги. Он порадовал меня этим. Батюшка, скорее только начинайте свидетельствовать. Скорее, прям сегодня только приедьте и сразу словите близких людей. Садитесь и начинайте заниматься. И каждый, чтобы своих соседов, друзей, подружек приглашали. Словом Божьим, да ведь как заниматься легко. Мне сейчас батюшка один звонил, еще и рассказывает. Где-то были на экскурсии. Ну, он там свое дело сделал. Вышел, сел на лавочку. А там экскурсии другие детей привозят в храм. В областной центр. Он открыл, говорит, Евангелие. Ну и сейчас стал читать. Девушка села маленько там, 014. Он говорит, хочешь, что я тебе почитаю? Хочу. Он стал читать и 25-й глава Матфея. Она говорит, а дальше что? Она говорит, а дальше на страданиях пойдет. Читай. Подошли вторые, третьи. Наконец экскурсия вся собралась. И просят, батюшка, еще нам почитай. Приходит руководитель, едит и говорит, нам ехать надо. Автобусы зафрахтован, оплатить. Подождите еще маленько. Она три раза пришла. Он говорит, ну идите, я уж не могу, потому что против-то. Я говорю, батюшка, ты понял, что делается-то? В народе такая жажда. Да как же вы перед Богом будете отвечать? Да откройте людям путь Господу. Кто я такой Господь и что столько ты мне окон? Давид это понимал. Что здесь пророчества идут. Здесь ожидания неси, которые родятся от Дева Марии. Которые возьмут грех мира на себя и мой грех. Ведь говорить-то об этом ком не проглотишь. Сколько же нам Бог дал русским людям? Каких святителей, проповедников, златоузов? Это все наши. Это друзья. В первом послании Коринфян 15.9. Ибо я наименьший из апостолов. И не достоин называться апостолом, потому что я знал церковь Божия. Но Бог верил мне. Да, я не достоин. Но Бог дает это свидетельство. Он лагает в уста, и ты неси его. И ты всем людям говори, занимайтесь Словом Божиим. Я говорю, батюшка, я слышал про одного священника, к нему подошли молодые. А у них бабушка, некуда сдавать, и они за ней ухаживают. У меня не умирает сердце крепкое. Батюшка, благослови нас отравить ее. Яга ей положить. Он говорит, так это у меня было. Я твои слова тебе и возвращаю. Что ты хочешь еще? Это как раз у него и было. Да, молодые, хорошие, прихожане мои пришли. Но все равно не умирает. Ну что с ней делать? Она лежит, под себя ходит. Вот так. А вы помолитесь Господу, чтобы дал терпение за ней ухаживать. Она ничего не соображает. Да не о ней. А себе помолитесь, чтобы ваше зашестокосердие ушло. Вы такими будете лежать. Что дальше, отравить? Ну ладно, в Голландии приняли закон о автоназии. Человек подписывает, говорит, хочу умереть. Он приезжает, укол дает, и он умер. Разрешено это, официально. Но в нашей стране пока не разрешено этого делать. Первое послание Коринфянам 1.30. От него и мы во Христе Иисусе, который сделался для нас пребудростью от Бога, праведностью и освящением, искуплением. Слова-то эти на молитве произнеси. Ты меня освящаешь, ты меня искупил. Ты мне это даровал. Сколько у меня братьев? Почему ты меня избрал? Сколько в нашей деревне было жителей? Никому ты не открылся. Мне первому, мне. Потом брат уверовал. Я приехал, начал говорить, свидетельствовать. Те-то наши, которые сегодня у старобрядцев, они ничего бы не знали. Это я их туда привел. До другого мы ничего не знали. Они все забывают. Откуда Коринфянам-то идет? А я-то получил от пятидесятников. Я не скрываю этого. Я всем свидетельствую. Как мой путь Бог туда проложил? Это было от Бога. Меня там отказывают, тут не могу устроиться, в Москве, где... И наконец Бог выдал меня там, где мне Бог откроет. Это от Бога. И ты скажи, сегодня пришел, это от Бога. И то, что слышишь, что молитва мерзлась, если Библия не считаешь, это от Бога. Господи, умудри меня, чтобы я в молитве худого не сказал. Чтобы я все делал, как Ты повелишь, со страхом Божиим. 1 Тимофею 1.15. Верный всякое принятие достойного слова, что Христос Иисус пришел в мир, спасти грешников, из которых я первый. Павел постоянно подчеркивал любовь свою к Богу. Я наивысший грешник, и Он меня избрал. Почему Он меня избрал? Ответа никакого нет. Только один. Любовь. Он возлюбил меня, когда меня еще не было. Когда я начальник порошины вселенной не было, Он меня уже избрал. Я избрал. И ты хвалийся этим перед Богом. Что позволяешь мне каждый день идти среди этой тайны. Самая главная тайна, что Он примирил нас и евреев, и мы вместе можем спасаться. В русских видят жидоненавистников, евреев. И они точно эти же слова говорят мне. Когда начинают смотреть книги, так вы не против евреев. Да оборони Бог. Я вам сегодня не знаю, что отвечать. Случайно мне сегодня буквально брат разрешил заглянуть на хор. Мы там один залез, который клевещит, полосит священное писание в русском переводе. Что с ним делать? Я могу сейчас властью данной мне, я могу ему запретить, чтобы выходить, но не рано ли это будет? Может что-то еще можно с ним сделать? И я не знаю, какое мне завтра утром принять никакие меры. А эту власть я имею только сейчас. А один человек, второй, который есть, он где-то потерялся, его нет. Тоже помолитесь об этом, чтобы Бог меня вразумил. Мне и жалко его, и вижу какие-то вещи. И он жалко, но какой-то нашелся православный из Америки, и он его прямо рубит на каждом слое. Ну и я должен ответ дать. Они прямо ко мне обращаются. Ну не молчите, ну ответьте. Как ответить? Потому что тот, кто поносит, это тоже живая душа. Вразуми, Господи. Я решение не могу принять. Я раздваиваюсь, на молитве стою, Бог мне не отвечает. Сердце моё колеблется. 1 Петра 5.5. Также и младшие. Помянуйтесь пастырем. Все же, подчиняя друг другу, облегитесь смиренным мудрием. Потому что Бог гордо противится, а смиренным даёт благодать. Если мы смиренно будем прибегать к Богу, Бог заговорит с нами с высоты престола своего. Через ближних, через тех, с кем мы общаемся, звоним. Бог как-то даст нам знать, что Он от нас хочет. Я вот сегодня, впервые за это время, как нахожусь здесь, нахожусь в неведении. Как мне поступить? То есть там да и нет. Я могу его закрыть сегодня, он больше ни разу к нам не зайдёт. Но ладно ли это будет? Может подождать, когда Он ещё что-то скажет? Явно, что Он на церковь. Не знаю. Итак. Доброзумит нас Господь по благодати. Павел говорит, да нам благодать благодетствует. И чтобы по благодати мы знали, как поступать, прославляя Его Святейшее Имя. Аминь.